Всем привет-привет! Сегодня у меня опять хорошее настроение, и это здорово! Я, по крайней мере, этому очень рада, а причина моего такого хорошего настроения это сегодняшний расклад, как ни странно. Значит, в чем тут дело, да? Почему у меня такое хорошее настроение и предвкушение от расклада? Дело в том, что некоторое время назад я записывала ролик в описании к этому раскладу, я обязательно дам ссылку, и дам ссылку также на пост, который я писала в сообществе по поводу желаний, как правильно загадывать желания на основе практик НЛП, но и практики НЛП, они тоже взяты, хочется сказать, из более древних знаний, потому что я сталкивалась с этим и в философии, что-то много ранее, чем психология и его подразделения НЛП. Так вот, сегодняшний расклад я назвала, загадываем желание, расклад тренинг, объясню, почему тренинг. Во-первых, сразу скажу, что расклад будет на одну позицию, да, это чтобы вот отсечь ту категорию людей, которые не любят расклады на одну позицию. А те, кто остался, скажу следующее, вы можете посмотреть ролик, можете почитать пост, вот, и однозначно после этого захочется как-то загадать правильно желание, так, чтобы оно сбылось, так, чтобы оно исполнилось. И вот на основе этой идеи мне захотелось сделать расклад, и я не буду смотреть о ваших желаниях в плане сбудутся, не сбудутся там в прогностике, да, а именно в плане того, чтобы вы через этот расклад перепроверили свое желание. Поэтому вам нужно будет вместе со мной сейчас загадывать желание, хотите с ручкой, с бумажкой, не знаю, можете ставить на паузу расклад, останавливать, слушать, перепроверять, там что-то записывать. Поэтому я здесь планирую сделать этот расклад как менее такой тренинг, и поэтому у меня такое хорошее настроение, потому что это я делаю впервые, но мне кажется, это получится очень такая интересная задумка. Можно, в принципе, и в будущем для некоторых раскладов, которые будут подходить по такую форму, повторить их. Итак, у нас с вами будет 8 вопросов. Еще раз скажу, можете поставить на паузу, взять ручку-бумажку и вместе со мной параллельно записывать свои желания и получать сразу ответ по пунктам. Боже мой, как хорошо пахнет у меня благовоние, да, вы не видите, сегодня я там зажгла. Итак, первый вопрос. Согласно формулировке запросов, очень важно, чтобы само желание, сам запрос, само намерение, называйте это как хотите, было сформулировано именно в позитивном ключе, чтобы оно вызывало вот эти вот позитивные эмоции. Поэтому у вас есть записанное либо в голове ваше желание, вы его перепроверяете. Вопрос вычислено следующим образом. Какие эмоции вы ощущаете, когда думаете о результате, внимание, не когда вы загадываете, о результате своего желания. То есть вы о чем-то там загадываете, представляете результат. И в идеале вы должны воодушевиться, то есть у вас должны быть позитивные эмоции при загадывании этого желания, да, как результат. Вот сейчас мы с вами проверим, что нам скажут карты. Какие эмоции вы ощущаете, когда думаете о результате своего желания. Тройка мечей. Прекрасное. Изначально вы сказали, что формулировка должна быть в позитивном ключе, да, то есть здесь уже наверняка ваши эмоции, я могу предположить, что они идут не как мотивация, стремление к чему-то, то есть я стремлюсь к этому хорошему. А скорее всего, ваше желание, оно загадано от избегания именно тройки мечей. То есть ваше желание, какие эмоции вы ощущаете, когда думаете о результате своего желания, почему-то тройка мечей. Почему тройка мечей? Почему разбитое сердце? Выпала карта изобилия, плодородия. Скорее всего, вы, ну, вам его не хватает, да, то есть нету полноценки. Важности жизни, вот это вот ощущение, да, что у меня, либо мне все достаточно, да, то есть я живу в достатке. Возможно, ваше желание каким-то образом и связано с изобилием, с процветанием, но сама постановка вашего вопроса, она идет как избегание тройки. То есть я хочу вот этого процветания не потому, что я действительно его хочу, а потому, что я устал находиться в тройке мечей. И надеюсь, вы чувствуете разницу. То есть одно дело, когда мы стремимся к чему-то и мы горим этим, а другое дело, когда мы стремимся к этому, почему? Потому что вот мы убегаем. То есть здесь, по сути, если убрать вот эту вот тройку мечей, да, вот это вот избегание, если бы все было ровненько, пускай не в изобилии, но ровненько, тогда бы вы этого изобилия не желали. А в этом уже кроется ключ. Надеюсь, вы это улавливаете. По крайней мере, если головой это не совсем понятно, на уровне ощущения, как я всегда говорю, на уровне состояния вы это понимаете. То есть если бы не было тройки мечей, вам бы ваше желание, оно не нужно было. А это уже показатель того, что велика вероятность, что оно и не совсем-то избудется, потому что мотивация, она не совсем верная. Здесь идет избегание. То есть когда мы убираем корень избегания, в данном случае тройку мечей, вот эти вот слезы, переживания, то нам и желание это не нужно. То есть когда нам хорошо, когда мы не находимся в боли, в страдании, нам это желание, ну можно от него легко отказаться. Учтите, это вот, на мой взгляд, это самая такая первопричина, да, что в принципе можно и отказаться от желания, значит вероятность его исполнения, она будет вот где-то примерно 50%. Так, ну давайте на всякий случай мы еще, я уточню, да, покопаю, с чем связана тройка мечей, да, почему у вас такие эмоции болезненные. Ну потому что вот как раз таки, возможно, ничего и не происходит, ничего не развивается. Причем смотрите, выпадает великий аркан, очень интересный момент, сама ситуация, она такая достаточно серьезная, на мой взгляд, и она создана как будто бы высшими силами для вас, для того, чтобы вы вынесли какие-то уроки из этого, какие уроки вам нужно вынести, здесь выпадает аркан справедливости и аркан умеренности, то есть и то и другое говорит о золотой середине, о равновесии, о балансе, то есть либо у вас нету сейчас этого баланса, либо с другой стороны у кого-то может быть, что чрезмерно все спокойно и ничего не происходит, ничего не случается, и меня это вот как-то не очень радует. Что именно здесь происходит? Ну вот вопрос связан непосредственно с финансовой стороной вопроса, и здесь как раз процветание, вот это вот оно и выпало. Касается Королевой Пентакли, то есть либо здесь, если это партнерство, профессиональная какая-то сфера, то имеет прямое отношение к заработку, то есть здесь недостаток финансов, я могу так сказать, неудовлетворение финансовой стороной вопроса, а для кого-то, если это касается личной жизни, то наоборот нету вот этого вот статуса, знаете, стабильной женщиной, но не в плане того, что вот в плане встреч, что если, допустим, как любовные какие-то отношения, мы встречаемся и на большего надеяться и не приходится. Нет, здесь речь идет о том, что вот вам внутри не хватает ощущения вот этой безопасности, какого-то успокоения в отношениях, особенно это для тех, кто встречается, что я действительно, как бы так сказать, что у меня действительно есть отношения с этим человеком, вот не хватает как будто бы какого-то подтверждения того, что это так, что меня не променяет в любой момент на какую-то другую, да, если вдруг вы находитесь, там, я не знаю, уже в браке, да, то здесь вот какое-то неудовлетворение именно, не знаю, может быть неудовлетворение собой, неудовлетворение своим каким-то телом, да, может быть здесь неудовлетворение по поводу того, что денег на себя не хватает, да, здесь разные моменты может быть, но однозначно это касается зоны комфорта и удобства именно в материальном плане, да, финансовом и материальном, здесь затронут материальный уровень. Так, посмотрели мы, какие эмоции, да, вы здесь испытываете. Следующий вопрос, насколько ваше желание экологично и позитивно сформулировано? То есть так, как вы себе загадали это желание, либо то, как вы его сформулировали, насколько это экологично и позитивно? Мы уже посмотрели вопрос позитивности, но все равно, насколько это экологично и позитивно? Ну, я могу сказать, что абсолютно верно здесь было загадано, потому что и королева кубков нам про это и говорит, да, что про позитив. Хотя присутствует какая-то долька волнения. Вот я не знаю, посмотрите, может быть, вам нужно как-то откорректировать время, в котором вы сформулировали себе свое желание, написали его, либо в голове. То есть есть какой-то нюанс, который немножко нужно, не знаю, может быть, какое-то слово, да, неправильно сформулировано, да, то не само предложение, а вот какое-то слово хочется заменить здесь на то, чтобы было больше каких-то вот перспектив, что ли, вот в этом, в этой формулировке, да, чтобы, я не знаю, можно просто написать благодарю за это, а можно написать благодарю за возможности иметь там вот это, вот это, да, либо за возможность, что я проживаю это. То есть какое-то слово здесь не хватает либо изменить, либо добавить. Посмотрите, пожалуйста, в позитивном ключе, говорящий о ваших дальнейших перспективах, о том, что, причем здесь нужно говорить в момент того, что это решение уже принято по тройке жезлов. Вот, оно говорит о том, что я уже принял какое-то решение, оно меня наполняет, оно меня вдохновляет, и я готов двигаться, да, в этом направлении. Я готов идти вот к новым берегам, я готов идти именно во что-то такое новое, где есть какое-то изобилие, да, здесь возможности, потому что изображен горизонт. А опять-таки сделаю отклонение такое немножечко и скажу, что если вы обращали внимание, да, когда есть открытое пространство и есть некий такой горизонт, то все, что заходит за горизонт, оно исчезает. И этому есть объяснение, ни в коем случае оно не имеет отношения к тому, что люди говорят о том, что земля плоская или еще что-то такое, потому что я слышала и такие варианты. Нет, этому есть объяснение с точки зрения физики, сейчас я это рассказывать не буду, но все, что находится за определенной гранью, да, есть определенное расстояние, в данном случае у нас горизонт, оно становится невидимым точно так же, как есть определенное расстояние по отношению к вам достаточно близко, где все, что туда попадает, вы этого тоже не видите. То есть все, что слишком близко на определенном расстоянии и все, что слишком далеко за горизонтом, оно тоже становится невидимым. И если оно становится невидимым, то с точки зрения физики она как раз-таки попадает вот именно под категорию бесконечности. То есть здесь варианты возможности бесконечные. И вот в позитивной формулировке мы смотрим про экологию и сказали, что ваше желание экологично написано. То есть оно касается, и что значит экологично? Касается только вас. То есть вы не нарушаете волю и выбор другого человека. А это исключительно то, что будет зависеть от вас. А вот в контексте позитивной формулировки очень важно, чтобы вы выражали бесконечность. Бесконечность вариантов, бесконечность возможностей. Я не знаю, почему так это всплыло, но нам это показали. Так, идем дальше. Как-то так надо будет мне красиво выкладывать карты. Я люблю, когда красиво все. Так, следующий вопрос у нас. Насколько четко и конкретно вы сформулировали свое желание? Давайте посмотрим. То есть если, опять-таки, вы не успели его сформулировать, вы можете остановить, поставить на паузу, написать, подумать, написать и продолжить дальше слушать расклад. Насколько четко и конкретно вы сформулировали свое желание? Прям вообще супер молодцы. Я вас поздравляю, потому что аркан колесницы, он как раз-таки и говорит про фокусировку. Он как раз-таки говорит про конкретизацию. Когда мы видим только цель, да? Вижу цель, не вижу препятствия. Вот здесь вот прямо про это. Очень четко, очень конкретно, молодцы. Следующий вопрос. Когда и с кем вы видите реализацию своего желания? Если есть такие, смотрите, великие арканы выпадают. Так интересно, прямо сама Вселенная, хочется сказать, небеса с нами вместе сегодня работают. Когда и с кем вы видите реализацию своего желания? Значит, когда и с кем? Здесь четко вы не определились, я могу сказать, потому что аркан влюбленных говорит как раз-таки про выбор, про оценку, про анализ ситуации. То есть здесь вы как будто бы на этот момент вам нужно уделить внимание, здесь вы не видите. Либо не прописали, когда и с кем. То есть временные какие-то параметры у вами не указаны. Можете указать, что я там хочу, например, через 6 месяцев, в зависимости от вашего желания. То есть если вы хотите, я не знаю, какой-то дом, либо супердорогую машину, то понятно, что в течение 6 месяцев, наверное, это будет сложно как-то реализовать. Если вы хотите что-то более мелкое, то можете поставить дату ближе. Все зависит от объема и масштаба вашего желания. Но здесь нам показано, что пока вы не видите. Сейчас, когда я вам указала на это, и вы подкорректируетесь, снова переспрошу сначала, когда вы видите реализацию своего желания. Здесь, знаете, я бы сказала, аркан благоразумия в достаточно разумных рамках для вас. Вот так, то есть согласно, я не знаю, вашему опыту, согласно вашим ресурсам. То есть здесь вот хочется сказать, что вы правильно выстроили временные параметры. А с кем вы видите реализацию своего желания? С людьми, которые будут, возможно, единомышленники, шестерка жезла, да? Единомышленники, победители, люди, которые удовлетворены от достижения своих амбиций и желаний. То есть это люди достаточно успешные, либо те люди, которые горят этой жизнью, которые двигаются, помните, да? По колеснице здесь прям хочется сказать, идут с вами в ногу. По крайней мере, это люди, которые вас понимают. Это люди, которые с вами могут разделять ваши ценности и ваши желания, какие-то ваши идеи. Что абсолютно верно. Потому что, так или иначе, они будут влиять на достижение вашего желания, да? Они будут вас как-то, может быть, воодушевлять, помогать вам. Такой вариант тоже может быть. Так, какие ресурсы вам нужны, чтобы получить желаемое? Давайте посмотрим, какие ресурсы вам нужны, чтобы получить желаемое. Ну, во-первых, аркан отшельника говорит о том, что вам нужны какие-то внутренние ответы в первую очередь. Также вам необходимо время, да, как-то уединиться, возможно, подумать, принять какие-то решения, поразмыслить. Здесь вот этот аркан влюбленных, он тоже не случайный. То есть, когда мы делаем анализ ситуации. Вам нужны ресурсы здесь, с одной стороны, мне хочется сказать, наполнится, но наполнится здесь не энергией, а здесь какой-то концентрации, что ли, вам не хватает. Возможно, поддержки свыше. Возможно, вам не хватает каких-то новых идей. Такое тоже может быть. Какие еще ресурсы вам нужны? Ну вот, четверка мечей, краски про это говорит. Здесь ощущение того, что вам единственные ресурсы, это связь с высшими силами, как будто. И, возможно, вам необходимо отдохнуть немножечко, да. То есть, переключиться. Почему я говорила про фокусировку? Переключиться от того, на чем вы сфокусированы. Здесь нужно уделить себе время. Переключиться как-то на себя. Уделить себе время. Послушать свою внутреннюю тишину. И вот, возможно, в эти моменты, что отшельник, который ищет в лабиринтах своего сознания, на более глубоких его слоях ответы на вопросы, что четверка мечей нам говорит о том, что человек здесь вот в молитвенной такой позе сложил руки, осознает, что ему не хватает какая-то поддержка, да, свыше вера, вера высшей силы. Что, вот знаете, вот как будто какой-то инсайт должен произойти. Какое-то снисхождение света, идеи может быть. Но это бывает тогда, когда вы можете это слушать. А для того, чтобы это слушать, либо слышать, услышать, вам необходима тишина, да. То есть фокусировка именно на себя, на свою внутреннюю какую-то волну нужно настроиться для того, чтобы услышать эти ответы. То есть быть не вовне, а быть внутри себя. Ну вот мне хочется еще один аркан вытащить на ресурсы. Да, ну в принципе можно было его и не вытаскивать, да, Паш Кубков. Паш Кубков у нас как раз и говорит про идеи. Возможно, вам нужно будет как-то вернуться в детство. Возможно, ваши идеи как-то связаны либо с детьми, либо связаны с каким-то детским подходом, либо с отношением детским, либо послушать своего внутреннего ребенка, да. А для кого-то важно залечить свои какие-то детские травмы. То есть вот здесь, причем травмы, связанные с недоверием. Смотрите, здесь вопрос доверия, вот в этих трех арканах он проходит фоново, не знаю, даже если вы изучаете Таро, либо работаете с Таро, карты сами по себе напрямую об этом не говорят, но вот где-то фоново проходит вот этот вот вопрос веры, да, что здесь я доверяю высшим силам, что здесь я погружаюсь вглубь себя опять-таки для того, чтобы наладить канал с высшими силами, получить оттуда какую-то информацию. И травмированный ребенок по Пашу Кубков, да, как перевернутый, он как раз таки говорит о недоверии, потому что были какие-то свои детские травмы. Поэтому здесь вопрос веры тоже очень важен. Возможно, вам важно поверить в то, что вы загадываете, это действительно сбудется, да, то есть здесь есть такой момент, что для кого-то, да, что люди не верят, что то, что я загадал, это исполнится. Почему? Потому что есть какие-то травмы в прошлом, есть какой-то опыт от повторных каких-то неудачных попыток, да, и здесь уже как будто бы нету веры. Вот здесь этот вопрос тоже может быть. Либо нету доверия миру, и человек здесь полагается исключительно только на себя. Здесь вот этот вопрос тоже может проходить, что только я могу о себе заботиться, и я не доверяю вообще никакой вселенной, а полагаюсь только на себя. Это тоже, может быть, одна из причин, почему желание ваше не исполняется. Какие, давайте смотрим дальше, следующий вопрос. Какие есть препятствия для достижения желания? Какие есть препятствия? Препятствия. Знаете, здесь ощущение того, что желаний может быть даже много, и вы быстро переключаетесь от одного на другого. То есть иметь много желаний неплохо, но когда вы распыляетесь, вот в этом некий такой негатив, потому что энергия, как по аркану колесницы, она должна быть сфокусирована, сконцентрирована, то есть в свое желание вы должны вливать свою либо жизненную энергию, либо брать ее от высших сил, пропускать через себя, как некий такой водопровод, и наполнять свое собственное желание этой энергией. А когда желаний много, то идет, знаете, как распыление. То есть одно дело, когда ты берешь шланг с водой и начинаешь его поливать, а другое дело, когда пальцем закрываешь немножечко отверстие, и получается некий такой веер, то есть вода брызгает в разные стороны. Здесь препятствия могут быть по императрице, связаны с тем, что либо идет распыление на разные желания, либо, я не знаю, что-то такое эгоистичное, то есть вы хотите слишком многого, да, то, что вот хочется сказать вообще выше вашей головы, то есть прям, я не знаю, я хочу стать, например, президентом. В теории, конечно, это возможно, да, если правильно прописать планы, что нужно делать и какие нужно, там, я не знаю, пройти обучение, весь путь, который нужно пройти, но это только в теории. На практике ясное дело, что каждый не сможет стать президентом. Вот здесь вот примерно что-то такое, то есть здесь какое-то слишком амбициозное, может быть, желание, и вам его нужно пересмотреть, то есть не отказаться от него, а как-то пересмотреть и загадать на более мелкие шаги, то есть может быть план он достаточно, желание большое, а вам проще раздробить его на части и по частям-по частям доходить к нему. Здесь такие могут быть моменты. Еще какие? Есть препятствия для достижения вашего желания по Аркану Императрицы. Возможно, не недостаток финансов, либо влияние какой-то женщины, очень важной для вас. Это может быть мама, это может быть тетя, это может быть какая-то влиятельная женщина. И здесь мне сейчас пришла информация о неуверенности, да, то есть вот именно доверие и неуверенность, это тоже может быть вашим препятствием. Есть ли еще какие-то препятствия? Башня, смотрите, да, сегодня расклад говорит одними великими Арканами. Препятствия, что нужно разрушить? Вот по башне нужно что-то изменить, от чего-то нужно избавиться, что-то нужно разрушить. Что это такое? Король Пендакли. Возможно, здесь нужно первично какие-то договоренности с каким-то человеком разрушить, да, то есть это могут быть профессиональные какие-то договоренности, либо обязанности, которые у вас есть. Причем, смотрите, здесь выпадала проблема, да, на сердце, на тройку мечей. У нас выпадала королева Пендакли, то есть у вас сейчас это неудовлетворение, а здесь у нас что препятствует? Король Пендакли, то есть здесь выпадает какая-то пара. Возможно, действительно, какой-то человек, да, либо финансы являются препятствием достижения вашего желания. Здесь как-то вот больше я склоняюсь все-таки к финансовой стороне, то есть может быть недостаток денег. Так, и что это мы говорили про поводу того, что нужно разрушить? Что нужно разрушить по королю Пендакли? Нужно разрушить какую-то свою стабильность. Стабильность, привычку, причем привычку того, как вы распределяете свои финансы. Возможно, из месяца в месяц у вас есть какая-то определенная модель, когда вы говорите вот это вот на это, это на это, это на это. И по итогу у меня получается, что мне не хватает денег. Вот, то есть, ну, долги-то не долги, а обязательства я закрыл, а на себя как будто бы не хватает. Вот здесь вот ощущение того, что нужно пересмотреть эту позицию. Не то, что вы неправильно распределяете деньги, а именно конечный вывод, что а на меня не хватает. Здесь есть какое-то убеждение, связанное именно с финансами, которое в вас создает ту реальность, в которой вы проживаете. И как следствие вы получаете подтверждение. То есть, возможно, есть у вас какое-то убеждение, что вот на меня никогда денег не хватит, либо я на это желание никогда не накоплю. Не знаю, разные здесь убеждения могут быть. И, а поскольку они есть, да, то ваш мозг, он воспроизводит как раз-таки вот суть вашего этого убеждения. Он создает такую ситуацию, в которой вы получаете подтверждение вот этой своей мысли и говорите, ну вот, я же думаю об этом, вот доказательство, да, то есть реальность, она мне это и показывает. Здесь вот это вот нужно разрушить, вот это вот убеждение, оно мешает. И как раз-таки поверить, да, вот здесь вот эта вот вера, она не случайная была. То есть вам нужно поверить, ощущение того, что здесь вам нужно поверить какое-то чудо. Реально, то есть для вас это будет чудо. Если вы в это поверите, вот прям искренне, не головой, а сердцем, то это чудо действительно случится. Так, следующий вопрос. Насколько достижение желания зависит от вас? Ну мы смотрели, что вы правильно формулировали, да, здесь у нас по королеве кубков. Насколько все-таки оно зависит от вас? То есть, а вот здесь вот как раз-таки и не совсем. Смотрите, выпадает семерка педакли. Что надо говорить, семерка педакли? Про ожидания. В этой колоде, если вы обратите внимание, здесь изображен человек, не знаю, насколько вам видно, вот его ноги, это нога согнута, колено, вот так вот рука, голова, другой руки не видно. И дерево, оно корнями проросло в этого человека. Почему? Потому что он бездействует, он ничего не делает. И здесь сразу в вашей формулировке что-то есть такое, где, так как вы его сформулировали, сформулировали, это ваше желание, что оно не зависит именно от вас. А вам нужно в желании прописывать формулировку такую, где вы были бы активны, не пассивны, а активны. То есть от вас это зависит. Там, например, я не знаю, сходить за хлебом. От кого это зависит? От вас. То есть если вы не пойдете, вы не получите хлеб, при условии, что вы живете одни. Конечно же, можно кого-то попросить, но это опять надо что-то сделать. А здесь, видимо, формулировка была такая, что я хочу хлеба. Ну окей. То есть идея, в принципе, понятна. Да, я хочу хлеб, но она не сформулирована таким образом, что она зависит от вас. То есть можно было написать, что я должна сделать? Я должна сделать, чтобы, там, я не знаю, сходить за этим хлебом. Может быть, просто встать, может быть, как-то замотивироваться, может быть, подождать и пойти попозже. Да? То есть пример может быть не совсем хороший, но суть, я надеюсь, вы улавливаете. То есть в вашей формулировке должно, желание должно быть прописано таким образом, чтобы ваше желание зависело именно от вас. Здесь карта показывает, что желание, оно не зависит от вас, да, потому что здесь семерка педагога говорит о том, что нужно подождать, либо долгое время ждете. То есть однозначно здесь идет бездействие. И не факт, что если вы подождете, да, то вы придете в дальнейшем, там, к восьмерке, к девятке, либо к десятке, да. Здесь вот как будто бы такой процесс, он идет, но напрямую он очень напоминает аркан умеренности. Какие-то внутренние, может быть, процессы идут, а внешние они не выражены. И вот здесь ощущение того, что даже если вы во что-то вкладывались, да, что-то делали, ощущение того, что результат ваших действий, он как-то недооценен. Вот то, что вы делали ранее, да, как-то либо вы недооценили, либо если это связано с другими людьми, люди как-то не оценили. Бывает так, много делайте, делайте, вкладывайте, вот. А люди это воспринимают, как само собой разумеющееся, и не оценивают. Вот здесь что-то такое. Поэтому, пожалуйста, переформулируйте свое желание. Вот. И я снова посмотрю, насколько достижение желания зависит от вас. Теперь, когда вы там посмотрели, что-то исправили, вот, сделайте это, пожалуйста, и смотрим, насколько теперь достижение желания зависит от вас. И опять в этой колоде две тройки мечей, и опять не, не зависит от вас. Почему? Ладно, давайте разбираться. Почему? Почему? Потому что, потому что хочется девятку педаклей, да, потому что я хочу получать удовольствие, но при этом я не готов прикладывать какие-то усилия к этому, да, либо наоборот, нет вот этого вот удовольствия в вашей жизни, да, наслаждения. В чем причина здесь? В чем причина? Королева Жезлов. В вас самих и есть эта причина. В вас самих эта причина. Что вам поможет изменить ситуацию? Шестерка кубков. Что-то, что вы уже знаете, и то, что вы уже умеете, либо то, что когда-то делали. Что это такое? Семерка кубков. Я не знаю, как-то воодушевиться, вдохновиться. Возможно сделать выбор, как-то, знаете, для себя решиться. Решиться на что-то. Хорошо. То есть, опять-таки, здесь мы просмотрим. Является ли, я хочу такой вопрос задать, является ли это каким-то вашим паттернным мышлением, когда вы считаете, что вот от вас не зависит, что от вас не зависит ничего? Является ли это вашим каким-то паттернным, да, двойка кубков? Здесь, скорее всего, да, но, знаете как, вот в вашем мышлении есть такое, что то, что вы хотите, это как будто бы вызывает внутренний конфликт. А вы по натуре человек, который хочет находиться вот именно в гармоничном состоянии. А здесь как будто бы ваше желание нужно, даже не желание, ваш паттерн предполагает, что если вы что-то хотите, вам нужно как будто бы за это бороться, да, то есть это нужно отстаивать, нужно пойти и взять элементарно это, да. А если это взять, здесь ощущение того, что возможно вы встретите какое-то сопротивление, а это сопротивление вы не хотите, это то, что вас ранит. И поэтому, если выбирать свое внутреннее спокойствие и вот эти вот все действия, вы отказываетесь, вам проще отказаться от действий, не потому что вы ленивые, а потому что вы хотите избежать конфликта, то есть вы хотите, чтобы все было гладко, ровно, мягко, без каких-то сопротивлений, что ли. А такое не может быть вот именно в достижении в данном случае вашего желания. То есть здесь есть какой-то паттерн в плане того, что ну окей, если это мое, да, может быть такое убеждение, оно само ко мне придет. Не приходит, значит это и не мое, да. И вот здесь вот ощущение того, что вы от очень многого отказываетесь своей жизни, да, то есть лишаете себя очень многого из-за этого вашего убеждения. Здесь вот, если оно есть, не только вот в этом желании, а вообще это ваш паттерн, это ваш сценарий, так как вы мыслите, то велика вероятность, что вообще по жизни вы от многого чего отказываетесь, лишь бы сохранить вот это вот свое внутреннее спокойствие и гармонию. В том числе и от новых людей в своей жизни. Почему? Потому что разные люди, да, и не все такие вот, я не знаю, гармоничные, да, внутри. Есть люди, которые любят конфликтовать, но при этом это не, как-то их не обесценивает, потому что они могут быть по своей натуре, может быть, конфликтными, да, но тем самым они вам показывают, как можно достигать что-то, как можно получать что-то, то есть у них есть какие-то другие качества, которые вам необходимы. А когда вы отказываетесь, и причем в каких-то, не только конкретных, а вообще вот это вот ваше мышление, мне проще отказаться, то есть вы, по сути, можете лишать себя возможности приобретения других каких-то навыков. Хорошо, это уже психология, это другие моменты, но здесь стоит над этим подумать, то есть и над этим вопросом тоже. Причем, знаете, так интересно, вот четвертый вопрос у нас был, да, когда и с кем вы видите реализацию своего желания, у нас здесь выпадал сразу аркан влюбленных, то есть вы временные рамки не оставите, и у меня ощущение того, что здесь вопросы границ, да, вот временные рамки, хочу быть в гармонии, да, не хочу вот как-то переступать чьи-то границы, брать то, что считаю, что это не мое, потому что мое и так ко мне придет. Здесь какой-то такой интересный взгляд у вас на жизнь, и вам однозначно придется не нелегко, либо приходится нелегко по жизни. Хорошо, последний вопрос, какой первый шаг нужно сделать прямо сейчас на пути реализации вашего желания? Какой первый шаг нужно вам сделать на пути реализации вашего желания? У нас выпадает четверка шестлов. Четверка шестлов. Знаете, мне хочется сказать, это в принципе это карта праздника, это карта отдыха, карта веселья, беззаботных каких-то моментов, что здесь вам не хватает именно праздника, не отдыха, а здесь вам не хватает праздника, то есть как будто бы не хватает коммуникации, общения, причем с разными абсолютно людьми. Ощущение того, что вам необходимо как-то, знаете, посетить какое-то место, может быть, я не знаю, какая-то выставка, какое-то мероприятие однозначно, в котором присутствуют абсолютно разные люди, разных культур, разных взглядов, разных верований, и вот они что-то обсуждают. И вот почему-то для вас вот именно в этом обсуждении, да, то есть в этой коммуникации, когда вы видите разные мнения, это каким-то образом вас наполнит, обогатит. Вот здесь почему-то про это идет речь, да, то есть некое такое обогащение через мероприятие такое праздничное, да, здесь не идут какие-то дебаты, либо, я не знаю, некая такая полемика на какие-то серьезные темы, да, там политические, а здесь идут, почему я сказала, музеи, возможно, я не знаю, какая-то выставка, да, и вот люди высказывают свою точку зрения, да, по поводу какого-то художественного произведения, возможно, может быть, какой-то, по поводу какой-то картины, абсолютно разные взгляды, там, например, историки могут рассматривать с точки зрения истории, там, живописи, например, а художники, либо там, я не знаю, кто-то другой может высказывать свою точку зрения по поводу цветовой гаммы, палитры, написания, произведения вот этого искусства, да, кто-то может с точки зрения интуиции, то есть такие разные взгляды, здесь почему-то именно вот это состояние, мы говорили здесь про то, что вам необходима какая-то идея, да, какие ресурсы вам помогут, вот вам вот эту вот идею вы сможете получить через какое-то, я не знаю, хочется сказать сборище людей, но сборище это не очень хороший смысл, потому что у меня сразу ассоциируется с парадом, на который выходят абсолютно разные люди, нет, здесь тоже про разных людей, но здесь людей наполненных жизнью, да, то есть людей, которые владеют не обязательно знаниями, но у них есть какая-то своя изюминка, то есть возможно это будет какой-то форум, да, либо какое-то общение людей, они что-то обсуждают, может быть как в каком-нибудь соцсети, вот здесь вот ощущение, что к вам придут идеи, для чего, то есть какой шаг вам нужно сделать прямо сейчас, вам нужна какая-то идея, да, то есть первично вы ее должны получить вот здесь в четверке жизнов, а потом вы пойдете уже в четверку мечей и в отшельника как-то дорабатывать ее для того, чтобы эта идея распаковалась и в дальнейшем пойдет раскрутка вашего желания, еще какой первый шаг вам нужно сделать, вот он товарищ император у нас и вышел, что вам, для вас это будет очень сложно, потому что здесь вопросы по императору, какие у нас проходят, границ, да, вопросы стабильности, вопросы уверенности, умения убеждать в своих взглядах, умения коммуницировать, умения нести ответственность, а у вас, я говорила ранее, есть вот на это галочка, да, на этот пункт, что с ответственностью у вас вроде бы хорошо, но она какая-то избирательная у вас ответственность, да, то есть в каких-то моментах вы являетесь ответственным, а в каким-то вы как будто бы, знаете, полагаетесь на фортуну, на судьбу, то есть там, где можно ее переложить на кого-то, вы это делаете с удовольствием, а здесь говорят о том, что нет, здесь вам нужно принять решение и ответственность, она будет полностью за реализацию этого желания лежать на вас, а вот давайте посмотрим, а есть ли помощь свыше в реализации вашего желания, только в том случае шестерка мечей, когда вы начнете двигаться, то есть как будто бы здесь вселенная вам говорит, окей, я не против тебя помочь, но начни двигаться, начни что-то сделать, а в процессе я тебе подсоблю, я не буду делать за тебя, но я тебе подсоблю, то есть возможно, я не знаю, как-то вы начинаете плыть в этой лодке, да, и вселенная вам говорит, а я тебе пошлю какой-то такой ветерок, который тебя направит вот именно в правильном направлении, но для этого ты должна либо ты должен начать плыть, ты должен найти эту лодку, ты должен найти этого перевозчика, ты должен ему заплатить, ты должен сесть в конце концов в эту лодку, сказать этому перевозчику, в каком направлении ты пойдешь, а дальше уже дело случая, да, то есть вы можете доплыть до противоположной стороны, а может быть что-то случится, и ваша лодка поплывет в другом направлении, возможно, вы встретите, сев в эту лодку, какого-то другого попутчика, который повлияет каким-то образом, то есть здесь однозначно вселенная говорит, я не против в тебе помочь, но ты должен, должна начать что-то делать, причем вы даже не будете понимать влияние вселенной на вас, вы это даже не будете осознавать и не будете замечать, потому что это настолько тонко будет все сделано, что даже, знаете, здесь ощущение того, что это не во внешнем может проявляться, а это может проявляться внутри вас в виде каких-то идей, то есть вы сели в эту лодку и начали плыть, и вот пока вы сидите в этой лодке и у вас есть время подумать, к вам будут приходить какие-то идеи, это вот тоже является помощь вселенной, то есть здесь очень такой интересный момент, да, а как вариант по десятке кубков она может вас просто наполнять эмоциями, да, то есть подогревать вот это ваше желание, заставляя вас о нем думать, да, либо представлять, мечтать, фантазировать, и каждый раз, когда вы об этом думаете, о результате, о том, что вы уже достигли, причем не просто достигли, хотели дом и вы его купили, а вы представляете, что вы уже в этом доме живете, готовите, проводите дни рождения, там растут ваши дети, здесь вот про это, либо там хотели, я не знаю, какой-то свой проект сделать, вы не представляете, что вы его сделали, а вы видите уже и последствия, что к вам пришли уже потом клиенты, понимаете, да, то вот это вот наполнять эмоционально, здесь про это, вот это вот вам может дать вселенная, но делать по императору однозначно придется вам, то есть хочется сказать, всю грязную и черную работу будете делать вы, вот, но она может вам помочь разделить с вами ваш успех, да, вот такой вот формат у вселенной, то есть ты сделай, а я с тобой порадуюсь, что тоже, в принципе, немаловажно, и хорошо, и позитивно, вот такой у меня был сегодня необычный расклад, да, я люблю, вы знаете, я со мной давно, я люблю всевозможные эксперименты, я люблю рассматривать Таро под разным углом, не только в плане психологических каких-то аспектов, но вот в данном случае у нас получился такой мини НЛП тренинг, почему НЛП, потому что вопросы, как раз-таки они сформулированы по формату, да, по определенной модели, с которой, либо техники, с которой работают НЛП-сты, да, если их так можно назвать, вот, надо мне вспомнить и ссылку, да, выложить, я обещала ссылку под видео на тот ролик, где я говорила как раз-таки про исполнение желаний и про все эти пункты, по которым мы сегодня с вами смотрели эти вопросы, по всем этим пунктам я даю объяснение, почему именно так, почему они так формулируются, для чего, да, на что нужно обращать внимание, вот, если вы просто послушали, но у вас не было готового желания, то теперь у вас есть время, да, чтобы загадать свое желание, правильно его сформулировать, формулировать, а потом по этому раскладу его перепроверить, и возможно вы услышите что-то другое, что-то новое для себя, я желаю вам исполнения ваших желаний, я, наверное, в этой роли здесь выступаю как вселенная по десятке кубков, которая будет вас поддерживать, воодушевлять, направлять в нужном направлении, чтобы вы двигались дальше, развивались, росли для тех, кому это важно, те, кто это хочет, и ощущали себя как раз-таки по аркану процветания и изобилия богатыми и щедрыми как внутри, так и снаружи. С вами прощаюсь до следующего расклада, пишите, пожалуйста, свою обратную связь по этому раскладу, мне будет очень интересно, что вы думаете, да, насколько для вас этот расклад был неожиданным, либо какие-то свои мнения. Все, прощаюсь, всех обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok